всем привет вы смотрите мтв микс программа светская хроника с евгением мошко в гостях у меня сегодня прекрасная ворожительная сексуальная или на блюдонс привет это я за езженечка тебя благодарю за такое представление мне конечно же очень приятно такой нимфы и наяды слышать такие прекрасные слова и велин последний раз мы с тобой писали интервью долгих наверное лет 12 надо когда ты играла в антрепризе стаса садальского декоратор любви была с гастролями в уфе и собственно стас нас и познакомил за что ему я очень признательна до сих пор честно сейчас без всякой лести ты знаешь я всегда все говорю правду такого позитивного улыбающегося человека редко можно встретить да особенно в шоу-бизнесе сегодня я тебя недавно наблюдала в программе судьба человека секрет на миллион на миллион у леры кудрявцевой которые я пересмотрела готовясь к нашей программе вот ты предстаешь там абсолютно разное абсолютно судьбе человека ты прям знаешь что слезами говоришь о чувстве вины вспоминаешь маму бабушку бабушка ушла в комнату и умерла у мамы была страшная болезнь онкология я считаю что именно чувство вины у нас может возникнуть такая болезнь вот сейчас ты избавилась от всех этих пережитков негатива да скажем так нашей жизни конечно же я пропагандирую оптимизм пропагандирую какое-то чисто доброе отношение ко всему живому на этой планете но безусловно из детства у нас у каждого есть какие-то крючочки замочки которые иногда нас цепляют и в этой нашей нынешней жизни это бывает но редко когда я вот думаю что я была не права в какие-то моменты я понимаю что этого делать нельзя но вы не могу полностью от этого избавиться не могу знаешь есть такая практика когда ложишься вечером отпускаешь там у себя весь негатив обиды проблемы а есть ли что вот не дает сегодня улыбаться и двигаться вперед конечно же на сегодняшний день бы я абсолютно счастливый человек у меня все есть что мне нужно для счастья вот но как актриса человек амбициозный конечно же я понимаю что я много еще чего не сделала что еще хотелось бы сыграть какие-то роли и снять какие-то программы и быть ведущей там не знаю соединять сердца или разруливать какие-то проблемы или просто веселить как я это делал всю свою жизнь но конечно же на сегодняшний день у меня есть и задачи важные социальные которых я тоже стараюсь много осуществлять своей жизни по поводу того что не сделала я не знаю кто еще может похвастаться подобным послужным списком у тебя не знаю потрясающая фильмография тебя роли в театре ты даже участвовала в озвучивании топовых мультфильмов телевидение ведущая и участница крутых проектов я не знаю медсестра из маски-шоу которые будут помнить все мужчины пока да пока не можно будет что-то смотреть по телевизору конечно или в интернете да конечно себя много всего и часто еще и топовый блогер у тебя такая многомиллионная армия подписчиков и фанатов приплыли к месту парковки что сегодня тебе приносит первое больше удовлетворения второе больше день я конечно же понимаю что это это работа и ты сама прекрасно знаешь что работа в соцсетях в инстаграме в частности она забирает очень много времени сил и ты все время должен быть на связи что называется ты не можешь уйти потому что есть вот ребята которые там типа ну вот я исчезаю значит из инстаграма я считаю что это ну это нельзя делать если я раньше вообще выставляла по три постав день это сейчас сейчас я выставляю по одному посту и я даже не могу представить как я раньше могла выставлять три я бы все-таки работу в соцсетях не назвала развлечением потому что эта работа и она обязывает быть постоянно с какой-то информации выходить в публике с какой-то информации с какими-то секретиками с какими-то обновочками и не только в одежде на прекрасной верандочке ах яйцо вкусное нет после пиццы сколько стоит твой пост и stories информация для рекламодателей ребят да я очень жду вас мои дорогие рекламодатели всегда с распростертыми объятиями до полумиллиона мне доходил прайс но это скорее единичные случаи так все-таки в среднем это где-то 100 тысяч рублей тограм это это на сегодняшний день большой источник моего дохода и вообще моего комфорта и благополучия меня зовут все ведущие клиники чтобы что-нибудь мне сделать какие-нибудь уходы как-нибудь меня улучшить там визажисты парикмахеры маникюры одежды там санатории и отели то есть конечно у меня я так для себя обозначил наступил тот момент когда я долго работал на свое имя а теперь имя уже работает на меня я раньше не совсем понимала эту формулировку а вот последние годы я поняла что я в принципе могу так спокойненько жить не метаться но я по-прежнему все равно вот мне все интересно и во всем участвую участвую каких-то только я скажу все я не буду участвовать больше в экстремальных программах потому что я прошла все экстремальные программы на телевидении но тем не менее мне звонят на следующий день меня приглашают я полдня думаю а потом надо идти надо идти надо попробовать себя надо покайфовать ну что кто еще мне вот так вот сделает на федеральном канале шоу в котором я могу получить вот эти новые эмоции которые в обычной жизни конечно же ты никогда не получишь слава богу обычной жизни такие эмоции не нужны а эмоции когда ты подстрахован ты понимаешь что с тобой ничего не произойдет но тебе страшно ты боишься ты испытываешь себя что-то трогаешь куда-то прыгаешь это конечно интересно я от этого не хочу пока отказываться какое самое жесткое сложное было для тебя экстремальное шоу но для меня наверное последний герой был очень жестким потому что я ты знаешь очень люблю поесть а там еды не было вообще это очень хорошо мы все брали уже и когда люди да нет это все шоу нет это действительно не шоу и там действительно нет еды и когда там мы нашли заброшенные самолеты в нем был мешок риса и это была вся наша еда и воду мы пили из которая была тоже найдена в этом самолете таких резиновых каких-то емкостей вода это пахла отвратительной резиной это пресная вода то есть как бы это неприятно это неприятно но когда спрашивают а кто что провез контрабандой на на остров я на остров провезла контрабандой две головки чеснока и я была очень крутой вообще в племени потому что даже доставая несколько зубчиков которые можно положить в этот рис и который давал вот этот чесночный аромат и хоть какой-то был вкус и кайф это конечно было очень здорово специи чеснок это лучшая контрабанда для выживания на острове расчески косметика все запрещено все запрещено действительно это так и даже помыть волосы все-таки у меня длинные волосы которые в соленой воде то в общем-то там за месяц не не особо ты на моешь были у нас там персонажи которые ходили в тихомолочку из питьевой нашей воды который было и так немного еще ходили волосы свои купали но это у нас вызывало осуждение в частности у меня рала нашу пресную воду питьевую который в общем-то было не так много им очень экономичных не относились еще и мыла свои белые кудри ситуации вот таких экстремальных пребываний где-либо конечно сразу открывается характер человека его внутренний мир его все потаенные какие-то штучки неприятные они тут же вскрываются конечно эвелин мы с тобой недавно провели потрясающую церемонию признания года в эфире блистали на сцене и конечно же все гости друзья знакомые давали один тот же вопрос как эвелина умудряется сохранять такое понятно лицо да сегодня век косметологии там крема инъекции маски ну и так далее так далее тело роскошное потрясающее встроенное молодое тело рассказываем секреты хотя секрета никакого нету прежде всего надо себя любить уважать себя свое тело любите уважать свое тело потому что оно нам дано одно и к нему надо относиться бережно с молоду то есть я еще когда мне было нет первый раз пошла косметологу наверное мама меня повела наверное лет в 13 то есть я впервые попала в ялте где родилась в салон где-то мне делали чистки кита маски там маникюрчики то есть я я понимал что женщина должна за собой следить и не начинать следить за собой в 35 35 я сделала первую инъекцию в лицо которая для меня была огромным стрессом потому что я не хотела я боялась я считал что это не нужно но одна моя звездная подружка артистка меня прям взяла за вот хвост и отвела к своему значит косметологу который я начала как бы вот делать какие-то инъекции 35 дело все очень медленно постепенно и каждая новинка для меня была прям страшнейшим каким-то ужасом что что-то пойдет не так евелин пластические операции были в твоей жизни была одна пластическая операция я очень долго мечтала восстановить грудь которая у меня пострадала после кормления двоих детей и собственно говоря кормила да я кормила и кормила долго и в общем то сожрали так прилично вот поэтому я хотела это вернуть и как бы даже может быть чуть-чуть улучшить и это была моя пластическая операция которой я очень долго шла то есть еще после калька все время хотела думала думала об этом думаю нет нельзя потому что я всегда выступала за естественность за то что бог дал тому и радоваться но тем не менее в какой-то момент вот еще вчера я выступала на шоу за естественность а уже через две недели я пришла со сделанной грудью ну вот так получилось мне захотелось себя порадовать потому что это конечно радость прежде всего для себя будут еще операции в твоей жизни я всячески хочу избежать пластических операций на лице вот я всячески и поэтому я делаю разные процедуры поддерживаю чтобы мое лицо там само работало вырабатывала коллаген эластин я работаю над тем чтобы не делать пластическую операцию в своей жизни конечно то что мы едим в принципе это тоже наше тело и когда люди говорят что ой я не могу похудеть я ничего не ем а это вот как раз та внутренняя нелюбовь к себе когда вот мы там что-то сено придумывали что никому не нужна я такая вот толстая некрасивая но если так будешь думать так и будешь толстая некрасивая и никогда это не изменится поэтому просто какая-то внутренняя уверенность что ты офигительный она дает возможность быть офигительным и я это проверял неоднократно допустим на сцене вот я почему-то сейчас вспомнил этот вариант я в одессе работала в ресторане пела в ресторане были всякие времена когда нужно было просто зарабатывать для своих детей я упала за кулисами стояли такие вот такая какая-то сетка не знаю что это и вот такие вот ржавые штыри там было темно я упала и вот так а уже моя музыка начинается и вот так прям штырем здесь вот даже остался шрамчик наткнулась на эту меня прям вот течет кровь но я настолько вот убедилась что зрители сейчас должны смотреть только на мою верхнюю часть тела и я настолько их убедил что вообще никто не заметил при том что все смотрели я терактив что я просто истекаю крови же мне тут такая конкретно течет на босоножке значит струя когда ты хочешь чтобы тебя не заметили ты можешь это сделать когда ты хочешь чтобы тебя заметили или заметили что-то в тебе, а что-то спрятать, это всегда получается. Ну, как ты себе придумал, и ты это внушил другим. Я думаю, что это работает, и иногда этим надо пользоваться абсолютно всем женщинам. Здесь на тренинг, знаешь, такая практика, когда ты встаёшь голая, советую делать ежедневно, когда встаёшь голая перед зеркалом, может в этот момент не быть никого, и сама себя хочешь, да, и такая у женщин повышается самооценка. Да, я тоже вот всему этому обучала, женщин, я сделала свой марафон по раскрытию женственности и сексуальности, играя не играя, даже получила за него уже несколько премий. Вот, сейчас собираюсь запускать второй поток марафона. Это сложная задача, но вот то, что ты рассказала, это одно из упражнений, потому что мы иногда так стесняемся своего тела и стесняемся раздеться при мужчинах, и когда мы там надеваем, не дай бог, надеваем какую-то короткую юбку или там что-то декольте, мы наоборот вот так вот скрючиваемся, потому что, ну, чтобы это никто не увидел там наше добро там или как-то. Нет, надо гордиться тем, что у нас есть, как бы мы все не идеальные, сто процентов. Я тоже не идеальная, я абсолютно реально отношусь к себе. Но, тем не менее, сколько раз я не говорила, что я не буду сниматься больше ни в каких сексуальных образах. Все, там, типа, мне же начинают там эти злыдни там в Инстаграме иногда нападать, что, что уже этот возраст такой, уже все, что-то дело не по возрасту, как ты говоришь не по возрасту, участвую в чем-то не по возрасту. Я решила, что я не буду это слушать, буду делать то, что мне хочется. Хочется мне прикрыть грудь руками и таким образом провещать какую-то историю. Я это делаю. Да, я получаю, конечно, какой-то удар от хейтеров, но в этом тоже есть свой кайф. И, опять же, вспоминая нашего с тобой друга Садальского, который цитирует одну известную артистку начала прошлого века, который говорит, давно не говорят, что я теряю популярность. Вот, поэтому, я думаю, надо этому принципу следовать, и мы с тобой, как никто, пропагандируем эту историю. Следуем. Что, да, что, как мы с тобой одели прекрасные наши тела в эти прозрачные платья, да, на твоем этом празднике, когда мы ввели церемонию. И я, когда его сначала примерила, я думаю, как я пойду, мне же все просвечивается. Тут разрез, тут все голое, еще и такая ткань тонюсенькая, все просвечивается. Но я очень быстро как бы себя убедила, посмотрела и на тебя, что ты очень уверена в этом. И все, и прекрасно, там, три-четыре часа, сколько мы были на сцене. Я вообще даже не задумывалась о том, что что-то не так. То есть, если ты себя убеждаешь, что ты классный, то все остальные почему-то по какому-то странному там стечению энергии, да, они это тоже чувствуют. Это очень важно. Когда ты чувствуешь себя неуверенно, это чувствуют другие, и начинаются что? Начинаются, ну, вплоть до насилия вот этого, до того, что мужики тебя бьют. Потому что, я понимаю, ты жертва. Ты жертва, ты все боишься, ты не защищена, ты готова к тому, чтобы там кто-то на тебя поднял руку. Это вот, несмотря на то, что это очень больная тема, и сейчас она очень много обсуждается, и очень много хейтеров. Но все-таки, конечно, если женщина ведет себя как жертва, тогда мужик может распустить руки. А когда женщина настолько в себе уверена, ты одни взгляды можешь ему так, когда он на тебя замахнется, что у него эта рука вообще отвалится, и он вообще забудет, когда он хотел ее на тебя поднять. И никогда этого больше не повторится. Поэтому все-таки мы должны себя воспитывать так, чтобы нас никто никогда не обидел, но чтобы мы могли сами все сделать для себя и своих детей. На самом деле это важно. И я очень уважаю твою позицию, то, как ты девушка, которая может вообще ничем не заниматься, просто лежать на диване и кайфовать, но у тебя постоянно жизнь, у тебя постоянно движ, ты что-то где-то добываешь, творишь, созидаешь. Мне это тоже очень близко, мне это откликается. И я считаю, что вот пока есть силы, а я считаю, что женская энергия, она не зависит от возраста. Вот абсолютно. И сколько раз я это проверяла на себе, когда в компании ты видишь в два раза моложе себя девочек, одетых, накрашенных, красивых, подчеркивающих одеждах, украшенных. И ты понимаешь, что тебе вот так вот их просто, ну, легко, легко убрать вообще из поля зрения мужчины, и чтобы он смотрел только на тебя и восхищался только тобой, несмотря на то, что, конечно, молоденькое тело, молоденькая ты-ты-ты, но если в этом теле нет женской энергии, то ничего не будет. Как известно, мы, мужчины, эту энергию питаем, и они эту энергию ждут и ищут. И если ты своего мужчину не питаешь этой энергией, какая-то бы не была красотка вообще нереальная, он все равно будет гулять или просто уйдет. Еще одним секретиком из твоего марафона, ну, мы понимаем, да, что марафон – это платная история, поэтому еще один такой бесплатный совет из марафона расскажи. Я очень много давала актерских упражнений. Я считаю, что в каждой женщине, закончила она театральный институт или нет, есть актриса. Она есть абсолютно во всех, и она проживает там, просто у всех она по-разному выпячивается или спрятана. Мне кажется, каждая женщина – кошка в любом случае. Но когда ты в эту кошку преображаешься, ты начинаешь вести себя как кошка, потом ты начинаешь разговаривать и с пластикой, и с подачей голоса, и там и со взглядами, и с волосами, и совсем-совсем ты меняешь свою одежду. Ты можешь пойти примерить, например, какие-то вещи в магазине, которые ты никогда себе не купишь. По разным причинам. Надо пробовать, надо экспериментировать и делать каждый день маленькие победы над собой. Вот именно над собой. Потому что мы можем казаться успешными всем вокруг, подруг, но внутри себя мы можем быть настолько зажаты, и нам там настолько будет сложно, что по карьере вроде мы будем продвигаться, все у нас хорошо. А сколько женщин сейчас достойных, которые не могут найти себе вторую половину, ну не могут найти себе нормального мужика. И у меня огромное количество таких подруг. Ну, мне так посчастливилось, у меня никогда не было проблем с мужчинами. То есть они всегда хотели жениться моментально и прожить со мной долго и счастливо всю жизнь. Но по разным причинам не со всеми я прожила. Ну, раз уж ты заговорила о мужчинах сама, то я не могу не спросить. Эвелин, были в твоей жизни браки, когда оказалась раз и на всю жизнь, потом обрывалась и так далее, и так далее. Скажи, ты каждый раз как вот в омут с головой? Конечно. Каждый раз ты чувствуешь, что все, вот она настоящая любовь? Конечно. Ну, мне кажется, это у всех женщин. Не у всех. Не у всех? Нет. Нет, нет. Я, если я влюбляюсь, все, мне кажется, этот человек, во-первых, он заполняет все мое пространство. И вот это тоже такая немножечко моя ошибка. Я поняла вот уже с ходом жизни, что я всегда бежала скорее домой. То есть нет, чтобы посидеть с девчонками, там, повыпивать, потусить. Нет, у меня всегда, я должна домой, я должна домой, там же у меня, значит, мой меня ждет. То есть у меня в этом плане такой есть некий зашор. Я только сейчас немножечко начинаю так жить, что я могу, например, поехать там с Анечкой Ардовой, уехать там на 8 дней на Алтай и там вот заниматься своим здоровьем, там, очищением организма или что-то. Могу приехать к тебе, понимаешь, вот так вот просто приехать и дружиться, гуляться, отдыхать, болтать, быть вместе. Есть такой психологический тест, да, что вам важнее, там, я сама, либо мужчина, либо ребенок, либо работа. Вот когда ты влюбляешься, у тебя мужчина на первое место встает? Мужчина у меня вообще встает на первое место, и когда я влюбляюсь, и когда я начинаю с ним жить, и когда идут годы, как бы мужчина для меня на первом месте. Хотя, безусловно, есть дети, которые тоже на первых местах, потому что, ну, в общем, я всегда пыталась найти вот этот баланс, потому что я очень люблю свою профессию, я очень люблю любые ее выражения. У тебя все на первом месте, мужчина, ребенок. Ну, у меня вот так получается, мне вообще нравятся первые места, поэтому я все ставлю на первое место и пытаюсь каждому первому месту отдать всего себя. Я тоже у себя вот на этих же первых местах, поэтому я и себе пытаюсь все это отдать, потому что я должна с собой заниматься, я должна себя поддерживать. Поэтому я вот не могу вот эти вот расставлять, кто выше, кто ниже. Я понимаю, что есть вот эти все позиции, которые для меня очень важны. Но для меня важна профессия. То есть я не могу сказать, что вот я бы могла сидеть дома. Мой второй супруг, который просто, ну, вот ты не поедешь на гастроли, давай ты не поедешь, ты сколько там платят, столько, вот давай тебе в пять раз больше, оставайся, не езжай на гастроли. То есть он был богат? Да, да. Ну, мой второй муж был очень обеспеченный человек, и как бы я прекрасно себя чувствовал. Мы объездили вообще весь мир, мы жили в самых дорогих местах, мы покупали в самых дорогих магазинах. То есть вот весь топчик, который был, он весь как бы присутствовал в моей жизни. Вот. И как бы, конечно, я как каждая девочка после первого своего мужа, который был, в общем-то, мой однокурсник, конечно же, мне всегда хотелось. Я хотела, чтобы у меня все было богачество такое. Вот. Но могу тебе сказать, что богачество достаточно быстро ушло на второй план. Как бы я все попробовала, все узнала, все понадевала, все попримеряла. И поняла, конечно, что я не могу без профессии. Появился там мюзикл «Метро» в моей жизни, и дальше опять все поехало в направлении профессии. Евелин, ты еще сегодня являешься таким общественным деятелем, да? Тебя приглашают на боготворительные мероприятия, ты сама делаешь боготворительный фонд, особенные дети, пишут мама. То есть, ну, наверное, это такая достаточно социально большая нагрузка. И всегда какая-то нервная ответственность, да, или повышенная ответственность утешить, успокоить мам, которые переживают то же самое. Скажи, вот все прессы пишут, ну, ни для кого не секрет, что тебе сообщили на 12-й неделе про особенного ребенка, и ты приняла решение, что, ну, будь что будет. Я знала, это абсолютно правильная информация, я знала. У меня была с Сашей очень большая любовь. Конечно же, я абсолютно была уверена, что это любовь. Да, всегда. Как всегда я верю, что это будет навсегда. Вот. И, конечно же, мы хотели рожать, потому что, ну, как, если Бог дает ребенка, конечно, его нужно брать, какого бы он ни давал. Я даже не представляю, если бы у меня не было Семена. Но я не представляю, как бы я жила. Это для меня настолько еще новый такой пласт такой нужности, потому что ведь все равно наша жизнь состоит из нужностей. Ты должен быть очень нужен. Потому что, ну, иначе я не представляю, для чего люди живут, если они никому не нужны. Вот, наверное, когда человек никому не нужен, тогда и начинаются алкоголь, наркотики, и в конце и в итоге самоубийство. Потому что ты не нужен. А тут ты нужен не только своим детям, там, своим родным, но ты нужен другим семьям. То есть ты являешься неким знаменем, на которое, и за которым идут тысячи людей. Это, конечно, ответственно, безусловно. Но еще когда-то решили мы с Сашей эту тему подавать легко. Не с рыданиями и черно-белыми кадрами, и катящейся дождинкой, значит, по стеклу. Нет. Подавать это легко. Потому что, ну, если вот так боженько распорядился, и ведь все особенные дети приходят в семьи, которые действительно могут что-то дать и этим детям, и другим, которые на них смотрят. Поэтому, конечно, для меня это очень важная вещь, и мой благотворительный фонд, мы все разные. И, конечно, я горжусь этим, что мы приложили руки. Ты, мне кажется, главная героиня, которую все готовы носить на руках и благотворить, потому что это действительно сложная тема для многих родителей. Да, сложная. Много женщин спрашивают советы, как поступить, рожать, не рожать. Или все понимают, что Бог дал, надо... Нет, нет, что-то... Бывает так, роженица, она хочет оставить ребенка, муж против, надо поговорить с мужем, надо как-то его убедить. Или там мама. Бывают очень часто такие ситуации, когда родители, ну, как бы бабушка и дедушка новорожденного, они... Нет, ни за что, это позор, и как мы будем? Потому что мы в основном оглядываемся на мнения других. Вот это вот такая вот болезнь, прям болезнь нашего общества, потому что, а как на меня посмотрят, а что скажут, а вот у меня такой ребенок. Ну, тебе не кажется, что ты переломила эту болезнь в обществе? Я, ну, как бы, я, естественно, не хочу себя хвалить, но до того, как в 12-м году родился Семен Семен, эта тема вообще никак не поднималась у нас, никак. И бедные мамочки, которые выводили гулять своих детей ночью, потому что все чурались и думали, что это какие-то заразные, какие-то там, я не знаю, боялись даже своих детей подпустить, а сейчас мне люди пишут, говорят, мы бы хотели, где я могу своего обычного ребенка с особенным где-то, чтобы они пообщались, чтобы он... Потому что они же учатся друг у друга, они находят этот общий язык. Конечно, эта тема еще очень больная в нашем обществе. Конечно, еще многие не понимают. И, конечно, приходится ходить на программы и доказывать, и бить иногда морды даже. Была тоже такая ситуация, когда я у Андрея Малахова, в общем-то, я человек спокойный, но когда обижают моего ребенка, я могу и побить. Какой результат-то будет от этого? Опять дауна родите? Ведь он никому не нужен, ни обществу, ни вам, никому. Ну, я слушаю. Позвольте мне ответить. Этот товар сейчас дам за моего ребенка. Ты поняла? Можешь говорить про меня все, что угодно, но моих детей не трожь. Второй хотел мешок на голову мусорный одеть, потому что она... Ну, слушай, я себе решила, ты мусор. Ну, потому что она отвратительно себя вела. Но все равно иногда резкими способами приходится работать, потому что иногда просто разговор людям непонятен. Они должны получить такую эмоциональную встряску, что после этой встряски она никогда не скажет плохо про особенного ребенка. Вот просто не скажет, потому что она будет знать. Мне часто пишут и в директ Инстаграма, и обзывают Семена. Но я не блокирую этого человека. Да, очень часто там урод там и так далее. А что можно сказать ребенку? Ну, как? Зачем плодить уродов? Там дебил там и так далее. Там своего ублюдка выставила. Ну, то есть как бы такие люди есть. И я все-таки пытаюсь, хотя мне говорят, ты идиотка, зачем ты это делаешь? Но я пытаюсь вот этих людей еще перевоспитывать и добиваться того, чтобы они в итоге попросили прощения, чтобы они осознали, не просто сказали, ну, извини, а чтобы они поняли, что они неправы, что так нельзя, что надо помогать слабым и тем, кому нужна наша помощь, а не пытаться их вдавить еще больше, значит, в ненужность. Потому что, опять же, вот если мы говорим о нужности, ненужности, почему такая проблема у ребят с особенностями развития? Они не могут применить себя. Почему у нас в Москве трудоустроено два человека с синдромом Дауна, понимаешь? И сейчас как бы я тоже этой темой занимаюсь, но там все сложно, потому что система, потому что если я трудоустраиваю ребенка, ну, как ребенка там, 20-летнего, они все дети, в принципе, так скажем, они все пятилетние дети в общем целом. Но они могут работать. Но если я устраиваю человека на работу, то он теряет пенсию свою по инвалидности. И это тоже как бы, ну, очень много таких узелков, которые сложно развязать. Но, конечно же, мы стараемся, и моя деятельность, безусловно, она в большей степени пропагандистская. Конечно, я бы была благодарна, если бы кто-то жертвовал в мой фонд побольше денег, потому что нам все равно нужны финансы даже, на литературу какую-то обучающую для совсем маленьких, для ребят повзрослее и так далее, на те мероприятия, которые мы делаем. Ну, у нас есть люди, которые нам помогают так по чуть-чуть. Но в основном, конечно, я все делаю за свои, потому что... А кто еще будет делать, если не я? Послушай, по поводу мероприятий, раз уж ты сейчас сказала, такая была история в твоей жизни, что, делая благотворительный вечер в светской, гламурной Москве, люди в прозрачную коробку кидали по 100 рублей денег, перед этим там поев прилично на фуршете. Неужели у нас в стране настолько сложна тема благотворительности? Люди готовы тратить на кристалл, шампанское или, я не знаю, мое шандоу, но не готовы перечислить деньги в фонд? Нет, я все-таки хочу сказать, что сейчас эта тема двинулась, и много благотворителей, и я часто в интернете у себя на странице там собираю деньги, и мы закрываем сборы вот этим бедным ребятам со СМА, которым нужны там... Укол за 21 миллион. Укол, да. Я до сих пор не могу понять, как может укол столько стоит, но, тем не менее, таких детей все больше и больше. Откуда они берутся? Раньше этого не было. Раньше не было, мы не надо говорили об этом. Что это такое? Почему это происходит? Но, тем не менее, это происходит. И люди дают деньги, кто сколько может. Но в основном почему-то именно люди не обеспеченные, которые действительно отрывают от себя там последнюю денежку и дают на этот сбор, таких людей больше, чем людей, у которых вроде все есть и все хорошо, но они как бы не жертвуют. Но сейчас в нашей стране уже лучше. Уже лучше, потому что закрываются сборы этим ребятам, и помогают, и детским домам, и все помогают. Люди хотят помогать. То есть просыпается это чувство и в наших россиянах тоже. Слушай, Сема сегодня, я не знаю, главный особенный ребенок. Ну, самое известное, это однозначно. Да, да, конечно. И в шесть месяцев у него был первый контракт с подгузниками. И я помню, часто я его встречала на показах, да, то есть же Яна Шевченко, дизайнера, да, в которых мы вместе принимали участие. То есть, ну, Сема такой звезда Инстаграм, звезда, я не знаю, особенных деток. Мне кажется, он сам уже неплохо зарабатывает. Я, конечно, не могу... Помнишь, Рудковская недавно давала интервью о заработках Гнобновича, да, там, его гонорарах, одежда, там, няни, автомобили и так далее. Я думаю, что Сема себе уже тоже может позволить много чего сам. Не, безусловно. Все мои рекламные контракты подразумевают часто, часто, что Семен участвует в этом. Все очень хотят, чтобы он тоже был, чтобы он тоже, как бы, присутствовал. Да, он зарабатывает, помогает маме. Вот уже с молоду. А как? Я считаю, что это неплохо, когда дети что-то делают в удовольствие, но на благо семьи. Евелина, с тобой можно говорить бесконечно. У нас, к сожалению, время ограничено, поэтому очень хочу коротко задать несколько вопросов. Да, скажи. Твое сердце сейчас свободно или занято? Нет, мое сердце вообще всегда занято. Вот в моей жизни я никогда не была одинокой. Вообще никогда. То есть у меня, как только одно место освободилось, это место тут же на него... Святое место пустое не бывает. Да, это абсолютная пословица моя. Святое место пустое не бывает. Поэтому... Но у меня сейчас другая позиция. Если раньше я рассказывала о своей семейной жизни, не показывала по всем каналам, какая мне счастливая семья. И многие мне говорили, что счастье любит тишину. Я как бы в это не верила. Но это оказалось правдой. Поэтому я думаю, что я не буду рассекречивать своего мужчину. Не показываешь сейчас мужчину. Я его не показываю. Я абсолютно счастлива, и мне никого другого не надо. У нас полное взаимопонимание и кайф. Вот. Но обложек со свадьбы не будет. Эх, как жаль. Да. Но ничего, будут другие обложки. Будут обложки добра и помощи тем, кому эта помощь нужна. Приоткрыли зрителям, хоть я не знаю, возраст, национальность. Размер. Размер хороший, возраст подходящий. Скажи, ты скучаешь по какому-нибудь из своих образов? Ну, по сексуальной медсестре молодой? Скучать мне не приходится. У меня, в принципе, на полочке стоит шапка, а в гардеробной висит халат. И всегда, когда я хочу этот образ использовать, без проблем я могу в него облачиться и в нем покайфовать. Поэтому я вообще не люблю скучать. Я вообще человек, который не скучает. Вот я не понимаю, что люди, которые скучаю, тоскую, хандра, мандра, депрессия, вот это все не мое. Если даже меня это накрывает, бывает, вот чуть-чуть меня накрывает, я тут же либо ложусь спать, либо иду в бассейн, либо иду в баню, либо просто переключаюсь, как бы отпускаю эту ситуацию, которая меня там подгруживает. И просто иду другой дорожкой, и потом как бы та дорожка уже зарастает травой, где была депрессия и какие-то недовольства с собой или жизнью. И я про это уже забываю. Поэтому только на позитиве. Скажи, есть какой-то вопрос, который тебе никогда не задавал журналист? Вот никогда. Такой вопрос-секрет, или вопрос, который бы тебе хотелось озвучить, и тебя о нем не спрашивали? Не знаю. Ну вот задай мне какой-нибудь такой вопрос с подковыркой. Ты была всегда секс-символом, сегодня какие-то новые герои появились, кто-то пытается. Видишь ли вообще кого-то сегодня таким сексуальным героем, секс-символом страны? Появились вообще новые имена? И в общем, нравится ли тебе сегодня герои, которые популярны в молодежи? Конечно. Ну вот Яна Кошкина, я считаю ее абсолютно секс-символом, и она приходила ко мне на программу, как герой на шоу «Человек-невидимка», и я помню, что я выставила в Инстаграм нашу общую фотографию, сказала, вот это моя замена. То есть вот я считаю Яну абсолютно вот такой моей заменой. Конечно, все мне стали писать, какая замена, что тут сравнивать. Ну понятно, но это же мои поклонники, они будут говорить, что нет, я незаменимая, я по-прежнему прекрасна и так далее. Но в любом случае сейчас, конечно, есть новые герои. Я очень люблю Варнаву, я считаю, что она вот супер просто, в ней и секс, и юмор, вот этот замес. Потому что самый кайфовый замес, конечно, это секс с юмором. Вот это сразу бомбическая вообще история. Поэтому, наверное, мне достаточно легко всегда находить общий язык и забирать внимание мужчин, потому что все-таки, если ты как бы даешь секс, и это все еще приправляешь всякими шуточками, а еще лучше самоиронии, и сама там какими-то издевками. Будешь тратить мои деньги? Да! Тратить! Вот это всегда заходит вообще вот идеально. Я еще не видела ни одного мужчину, которого бы это не заходило. Это всегда высшая точка. Шоу «Секрет на миллион». Ты не ответила на последний вопрос, отказалась. На какой вопрос ты не ответила? Ну, не хочу штраф миллионный получить. Получишь? От НТВ. Я короткий блиц для тебя. Продолжи мою фразу. Счастье – это? Гармония. Мой идеальный день – это? Полный загруз. Мой идеальный мужчина – это? Это ждет меня сейчас в Москве. Деньги для меня? Способ. Блин. Деньги для меня. А для тебя что деньги? Для меня? Комфорт. Комфорт. Хороший ответ. Мне нравится. Деньги для меня – это комфорт. Но я же должна ответить иначе. Комфорт ты уже забрала себе. Ну, давай мы вырежем. И оставим только твой ответ. Деньги для меня – это комфорт. Я мечтаю о? Я мечтаю о... Это самый сложный вопрос. Я мечтаю о. Потому что я не очень умею мечтать. Вот это моя проблема. Если бы я мечтала ярче, я бы уже достигла совершенно других высот. Но я все время так себя немножко приземляю. Я думаю, нет-нет-нет. Это ты не сможешь. Это ты не готова. Это ты не это сам. Поэтому я мечтаю о том, чтобы научиться мечтать. Пусть ваши мечты сбываются. С вами была «Светская хроника». До встречи на следующей неделе. Мне очень нравятся интервьюеры, которые знают, что они хотят узнать. И Женечка именно такая. И еще мне нравится, что каждого своего гостя она уже хорошо знает. Она профессионал. Она готовится. Несмотря на то, что мы подруги, и она много про меня знает, она не поленилась, подготовилась, нашла какие-то материалы, которые не были обсуждены нами на кухне. И это дорогого стоит. Поэтому я всегда за профессионалов, за красивых женщин, за шикарных, какой является Евгения Машко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok